Аллочка, спасибо, что согласилась мне помочь. Это очень важное для меня дело. Ты даже не можешь представить, насколько. Я очень тебе благодарен. Вот мы пришли, товарищ следователь. С меня ужин. Так жаль, она была такая молодая и красивая. КОНЕЦ 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 Кость, дежавю какой-то. Лесник делал утренний обход. Увидел на крайней лесе машину. Пошел посмотреть, а там труп. Да у нас не просто труп. У нас труп следователя Заглавского ОВД Рябова Всеволода Петровича. А вот орудие убийства. Судя по коричневым ворсинкам на камне, убийца был с перчатками. Рябов Всеволод Петрович, 24 года. Из родственника была одна мать, и та умерла два года назад. Я связался с его начальством. Официально Рябов не вел никаких серьезных дел. Он в ОВД вообще всего год после академии. Откуда же мне твоя фотография с места преступления? Он что, вел неофициальное расследование? Около месяца тому назад Рябов писал председательству суда заявление о знакомлении с материалами дела по особо тяжкому преступлению, 50-летней давности, но получил отказ. А что за дело? Убийство и изнасилование его бабки Лидии Рябовой. Тихонов, ты вообще меня слушаешь? Да, да, я пробил озвонки Рябова. Я понял, как он обошел отказ суда. Последние два месяца Рябов регулярно общался с архивариусом судебного архива Аллой Крушельницкой. Алла, вам звонил следователь Рябов. Мне много кто звонит по работе. А по моим сведениям, он звонил не раз и не два. И общались вы наверняка не по работе. А это и не ваше дело. Мое. Если вы допустили Рябова в судебный архив, а вы допустили. И Рябов изъял из дела вот эти фотографии. Я не думала, что так получится. Что он подставит меня. Он ведь ухаживал, цветы дарил. И вдруг, и вдруг испортил вещдок. Я только потом увидела. Какой вещдок? Что со мной будет? Меня уволят? Я здесь не за этим. Несите дело, Лидия Рябовой. Да, и покажите, что испортил ваш покойный ухажер. Как покойный? Сожалею. Следователь Рябов был убит сегодня ночью. Ну как? Вот так вот. Значит, он докопался до следа убийцы. Сиви. Силуду хотелось докопаться до истины. Это было последним желанием его матери узнать, кто убил бабушку Сивы, Лидию Рябову. Причина смерти – черепно-мозговая травма. Удары наносились двумя разными предметами. Первый предмет – это камень, который был обнаружен рядом с трупом. Второй предмет неизвестен, но имеет прямоугольную форму. Погоди, но на месте преступления не нашли второго орудия? Странно. На затылочной части, в волосах Рябовой, я обнаружил микрочастицы. Их я уже отдал Тихонову. И еще, на руке, на левой, имеется гематома продолговатой формы. Я прочитал результаты вскрытия Лидии Рябовой. Тоже черепно-мозговая, тоже камень, но только девушку перед смертью изнасиловали. И умерла она в промежутке с трех до пяти утра. Подожди, а ее внук с шести до восьми часов вечера? Да, только с разницей в пятьдесят лет. Так, на момент убийства Лидии было двадцать лет. У нее осталась годовалая дочь, мать Всеволодаря была. Очевидно, что сходство двух убийств не случайно. А что известно по делу Лидии? Классический висяк. Убийство произошло во время двухдневного похода на природу. В протоколе допроса свидетелей значится шесть человек, все студенты. Четыре парня. Соболев, Ларин, Воробьев, Подрезов. И две девушки. Сушилина Нина и Бушуева Капиталина. Подозреваемые были? Подозревали всех четверых парней, но улик не нашли. Ясно. А что за вещдок испортил Рябов? Куртку Лидии, в которой она была в момент убийства. В деле указано, что на ткани обнаружены биологические следы предположительно убийцы. Но в то время не могли выделить ДНК и спермы и провести экспертизу. Я думаю, что Рябов решил провести ДНК-экспертизу и сравнить с данными всех четырех подозреваемых. При обыске у Рябова на квартире фрагмента ткани не обнаружено. В живых осталось двое подозреваемых по делу Лидии Рябовой. Ларин и Воробьев. Соболев умер год назад, Подрезов восемь лет назад. Вадим Андреевич Ларин. Пенсионер. Его в свое время очислили из университета, так он пошел на завод механиком. Живет один. А второй? Евгений Миронович Воробьев. Доктор технических наук, член-корреспондент РАН. Уважаемый человек, профессор в университете, математический анализ преподает. Вдовец. Рябов несколько раз звонил в частные медицинские центры. Я отправил туда запросы. В лесу найден труп следователя Всеволода Рябова. Молодой человек забит до смерти тем же способом и на том же месте, где 50 лет назад была убита его бабка Лидия. Выясняется, что Рябов неофициально расследует семейную тайну. Накануне он похитил в судебном архиве улику – фрагмент куртки Лидии Рябовой. На ткани остались биологические следы убийцы. 50 лет назад эта улика была бесполезна, но современные методы позволяют вычислить убийцу по ДНК. Из четверых подозреваемых по делу Лидии Рябовой в живых остались только двое – «Евгений Воробьев и Вадим Ларин». Простите, а вы Ларина из 58-го не знаете? Я Ларин. Вадим Андреевич? Ну? Здравствуйте. Здравствуйте. Капитан Данилов, федеральная экспертная служба. Чем могу быть полезен, капитан? Вадим Андреевич, скажите, вы знаете этого человека? Ну, знать-то знаю. Приходил он у нас неделю назад. Расспрашивал в делах давно, минувших дней. Это Всеволод Рябов, его убили сегодня ночью. Да что вы! Да. Скажите, он спрашивал вас что-нибудь о той ночи в лесу? Ну, спрашивать-то спрашивал, но это же было лет пятьдесят назад. Разве все помнишь? А что вы делали в ночь убийства Лидии? А вот это я хорошо помню. Мы тогда с Нилкой Сушиной всю ночь в палатке провели. Ну, дело молодое. Да вы что думаете, что кто-то из нас что ли? Да ну, бросьте вы! Мы решили, что на Лидку тогда напал маньяк. Вадим Андреевич, мне нужно взять вашу ДНК. Откройте рот, пожалуйста. Ну, в общем, я изучил частицы, найденные Селивановым в волосах Рябова. Это столярный клей. На камне клей не было, значит, клей был на втором орудии убийства. В карманах Рябова какой-то порошок. Мой биологический анализатор говорит, что это табак. Сейчас проверим. Если твоя догадка подтвердится, придется написать рогозиную служебную записку с просьбой заменить его нашу электронику тобой. Сэкономим. Не сэкономите. Я попрошу повышение зарплаты. Никто и не сомневался. На камне кровь и мозговое вещество Рябова. Более того, отпечатки на камне тоже принадлежат ему. И мой результат подтвердился. В кармане убитого был курительный табак для трубки. Погоди-ка. Судя по анализу крови, Рябов не был курильщиком. И среди его вещей не было трубки. И аксессуаров для трубки тоже не было. По синяку на руке Рябова я смоделировал предмет, которым его ударили. Глянешь? Похоже на резную трость. Следователь Рябов был у меня дней пять тому назад. Вы присаживайтесь. Благодарю. Евгений Миронович, вы были среди четырех подозреваемых, которые проходили по делу об убийстве его бабки Лидии Рябовой. Что-нибудь можете рассказать? Я тому молодому человеку сказал и вам скажу. Ничего не знаю. Выбили мы тогда крепко. Я не знаю, как до палатки добрался. Уснул, а утром уж все ставили нож. Это какой-то псих сделал. Где ты ложку-то видел? Да такие ложки в советское время тоннами выпускали. Позвольте, я закурю. Конечно. И трость у вас интересная. Можно я сфотографирую? Фотографируйте, пожалуйста. Спасибо, я понял. Так, вы говорите, что мирно побеседовали с Рябовым. На что вы намекаете? На синяк, на руке Рябова, который был убит сегодня ночью. И возможно, этот синяк оставлен вашей тростью. Что между вами произошло? Он пришел ко мне. Я найду чаю. Слушайте, какие конфеты вкусные у вас. А еще не найдется. Ты что же это? Ложку серебряную у меня хотел стащить. А еще следователь. Вам же вроде зарплату недавно подняли. Да это по работе. То, что ты не сказал, что тебе образец ДНК нужен. Не скрывать нечего. А вот ложку серебряную я поберегу. С тебя и обыкновенной хватит. На, держи свою ДНК, следователь. Спасибо. Сделайте то же самое для нас. Мы проведем свою экспертизу. Ложек на вас не напасешься. А у нас свой инструмент есть. Присаживайтесь. Просто откройте рот. Если можно, ваш табак. Нет, не весь. В одной из частных лабораторий, Галина Николаевна, мы обнажили вот такой вот образец ткани. Ее сдал туда следователь Рябов. Это и есть наша пропавшая улика. Удалось выделить ДНК? Удалось. Только это нам мало чего дает. Во-первых, расческа из квартиры Рябова принадлежит Ларину. Видимо, следователь украл ее, когда навещал подозреваемого. А на ложке ДНК Воробьева. Ну, в общем, ДНК Ларина и Воробьева не совпадают со спермой насильника. Так, еще двое подозреваемых мертвы. Надо связаться с их родственниками. Если потребуется, запросим эксгумацию. А что там с табаком Воробьева? Именно этот табак был в кармане убитого Рябова. Даже если Воробьев и не насильник, он явно что-то не договаривает. Угу. В кармане Рябова обнаружены крошки табака. Вы мне о табаке ничего не говорили. Ну, помилуйте, голубчик. У меня нет рационального ответа. Хотя, постойте. Этот табак мне покойный Федя Соболев привез из-за границы. Он сам только такой курил. А вы что, с Соболевым дружили? Ага. Мы с Федькой больше соперничали. И в работе, и в любви. Из-за Литки у нас тоже борьба была. Ого-го. Она меня выбрала. Он злился. А потом это происшествие. Угу. И что, вы не заподозрили Соболева причастности к убийству? Ну, что, голубчик. Федька с амбициями был. Он не стал бы рисковать карьерой из-за ревности. А потом он сразу же женился после этого злополучного похода на Капе Бушуевой. Так сказать, отомстил мне. Я ведь тоже за Капой приударял. Угу. Евгений Миронович, а Капитолина Бушуева была с вами в том походе? Да. Ну, она теперь вдова знаменитого физика Соболева. Но, честно говоря, Федька хороший ученый был, но человек не очень. Буквально по головам шел ради продвижения по карьерной лестнице. И добился своего. Стал директором института молекулярной физики. Вы объявили вчера с шести до восьми вечера? Дома. Один. Мой Феденька был уникальным человеком. Гениальным физиком. Ваш муж курил трубку? Курил. Единственная слабость была. А так он и не пил. И вообще, Кирюша внук деда обожал. Капитолина Васильевна, мне надо задать вам несколько вопросов. Пожалуйста. Вот этот молодой человек заходил ко мне? Нет, не знаю такого. А что случилось? Что? Его убили. Ничего не напоминает? Так зачем вы мне эти страсти показываете? Я... У меня и так сердце слабое. А это? Так это Лидка Рябова. Так их... Вы хотите сказать, что это как-то связано? Скажите, а где вы были вчера с шести до восьми? Да здесь и была. Дома. Фотографии старые перебирала, молодость вспоминала, Феденьку. Мне нужна любая вещь вашего мужа для экспертизы. Вот. Возьмите. Тут локон его волос. Только с возвратом. Ты кто там? ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК И не пришел сюда. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Алло, да. О, и до тебя уже добрались. Ну что делается, а? Ну оставили бы хоть мертвых в покое, что ли? Расследуя убийство следователя Всеволода Рябова, ФЭС выходит на дело полувековой давности. Тогда, во время студенческого похода, была изнасилована и убита бабушка Рябова, Лидия. В ее смерти подозревали четверых друзей Лидии, но преступление так и не было раскрыто. ФЭС допрашивает оставшихся в живых участников похода. Ларин и Воробьев отрицают свою причастность к обоим убийствам. ДНК-анализ подтверждает их слова. ФЭС ждет разрешения на эксгумацию тела третьего участника похода Подрезова. Вдова четвертого участника, известного физика Соболева, отдала на экспертизу локон волос мужа. ДНК волос не совпадают с ДНК, выделенные из спермы на куртке Лидии Рябовой. Значит, Соболев тоже не виновен. Остается Подрезов. Надо просить разрешение на эксгумацию его тела. Хотя, подожди минутку. Спектральный анализ волос показывает, что их обладатель страдал циррозом печени. А покойный академик разве был алкоголиком? Да нет. Его вдова говорила, что нет. Единственная слабость – трубка. Сейчас запрошу карту Соболева. Ну что? Как прошло? Ну, в медкарте Соболевой ничего не сказано про цирроз. А про алкогольную кардиопатию. Лекарства от этого заболевания тоже есть в волосах из кулона Соболевой. Ничего такого тут нет. Сейчас запрошу медкарты всех больных с сочетаниями таких диагнозов. Бинго! Таких больных сотен, но один пациент нам подходит идеально. Знакомься, Денис Кузин, сосед по личной клетке нашей Капитолины Соболевой. Кузин! Судя по распечаткам звонков Ларин, Соболева и Воробьев Усилены перезванив всю последнюю неделю Ну а что тут удивительного Они старые друзья Как бы не так До первого визита Рябова к Ларину Никаких звонков между ними Не было несколько лет Мне кажется Эти старики-разбойники что-то от нас скрывают Например, то, что Капитолина Положила в свой медальон Волосы Кузина И выдала их за волосы покойного мужа Кузин рассказывал Лисицыну Что старушка заходила к нему внезапно Огурцов соленых принесла Вот тогда, видимо, она и украла расческу с его волосами Значит так У нас по-прежнему нет ДНК покойного мужа Капе И подозрений снимать с профессора Соболева Рановато Капитолина Васильевна А как же в ваш медальон попали в волосы Вашего соседа Кузина? Врача Мне плохо Капитолина Васильевна А у вас что, совсем нет вещей мужа? Встаньте, пожалуйста Я посмотрю в диване Нет Мне плохо Глава кружится Костром пахнет Еще не выветрилась А синтетика легко впитывает запах Я забираю ваши вещи на экспертизу Лейтенант Везите все в ФС В квартире Капы есть смазанный отпечаток Рябова Значит, Капа соврала, что следователь Рябов к ней не приходил? Вдова Соболева недавно что-то сожгла В пепле с обуви есть смолы Характерные для сосны Посмотри на этот камушек Речной гравий Вот здесь Недалеко от дома КП Муниципалитет заказывал дорожки из гравия А в ста метрах от них Как раз Хвойный лесок Хвойный лесок? Хвойный лесок Ну что? Молодец, сержант Много она сожгла А это же комната вашего внука Кирилла Да Его нет, не скоро будет Уехал отдыхать А вещи внука вы тоже сожгли Я смотрю, много поделок по дереву А инструмента и столярного молотка в квартире я не видел Кирилл мастерит свои поделки в институте Он на декоративно-прикладном учится Не унаследовал гены деда Кирюша готовую шкатулку домой принес На полу мелкая стружка от резьбы по дереву Кисточка от лака плохо промыта Капитолина Васильевна Зачем вы опять врете? Кирилл ведь здесь мастерил шкатулку Судя по всему, Капа избавилась от всех вещей Из которых можно выделить ДНК ее покойного мужа И внука тоже Так, слушай, волокла этой обгоревшей перчатки Идентичным волокнам из машины Рябова И с волокнами на камне, которым был убит следователь На спиччатом коробке есть отпечатки Ларина Ларина? Мне с самого начала казалось, что Соблева, Ларин и Воробьев сообщники На каком основании? Вот, пошел Ваши отпечатки обнаружены на коробке из-под спичек Вы с Капитолиной Соболевой сжигали все улики Кто из вас убил Рябова? Я ничего не знаю Я просто помог Капе избавиться от старых вещей Она одна не донесла бы их до лесу Думаешь, Ларин, Воробьев и Соболева убили Лидию сообща? Держи Или они втроем кого-то покрывают В общем, у Соболева есть муд Кирилл У него родители где-то в Африке В какой-то геолого-разведочной экспедиции Сам он исчез Но бабка клянется, что не знает, где он Телефон выключен, вещей в квартире нет И каким-то чудесным образом У него пропал столярный молоток Который также мог оказаться вторым орудием убийства Вот так В останках куртки из костра выявляются участки Характерно для спектрограммы гемоглобина Судя по всему, на куртке была кровь След клея из раны Рябова совпадает с клеем К которым приклеено дно этой шкатулки Думаю, Капа прикрывает внука А Кирилл убил Рябова, чтобы тот не опозорил память о любимом деде Телефон Кирилла по-прежнему вне зоны доступа Сейчас проверю ЖД и авиакассы Может билет на его фамилию покупали Так, вот Менеджер турагентства заказывал на Кирилла ЖД билеты Капа пару дней назад Подарила внуку билет В санатории Ветерок на Волге Спасибо, дальше я сам Ты зачем от сотрудников полиции убегал? Бабка сказала, что вы на моего деда старое убийство повесить хотите Не получится Не имеете права, не пойду Ты подозреваешься в убийстве следователя Рябова Не знаю я никакого следователя Рябова Пойдем, пойдем, сейчас все выясним И ДНК у тебя возьмем Не дам я вам ДНК Бабка сказала, ордер должен быть Есть ордер? Есть, есть Убит следователь Всеволод Рябов Он вел частное расследование убийства своей бабки Лидии Совершенное 50 лет назад Фесс предполагает, что найдя виновника смерти Лидии Рябовой Они выйдут и на убийцу следователя Современные методы позволяют провести анализ ДНК спермы Обнаруженной на куртке Лидии Раньше это было невозможно Подозреваемые Ларин и Воробьев оправданы Другой подозреваемый, физик Федор Соболев Умер несколько лет назад Его вдова Капитолина всячески мешает следствию Она сожгла все вещи мужа И пыталась выслать из города внука Кирилла Фесс подозревает, что это Соболев убил Лидию 50 лет назад А Кирилл убил Рябова, чтобы защитить доброе имя знаменитого деда А вот и ДНК Кирилла Да, только она не совпадает с ДНК на куртке Лидии Ни одного пересечения Значит, дед его Соболев все-таки не виновен в смерти Лидии Ну а почему-то эта Капа Сожгла вещи мужа Дала чужую подвеску И пыталась спрятать внука О, Костя, доброе утро, как дела? Доброе утро, я проверил алиби Кирилла Значит так, на момент убийства Рябова Он действительно был на парах в университете Так что, не подкопаешься Ясно Мы вчера, наконец, получили разрешение на изгумацию тела Подрезова Но даже если он и окажется насильником и убийцей Лидии Что это нам даст? У Подрезова родственников не осталось Кто и зачем мог защищать его память? Может быть, наши старики-разбойники действовали сообща? Капитолина Васильевна Посмотрите на время 19.02 Вы сошли с электрички малиновского направления Это как раз в ту сторону, где нашли тело Рябова На вас куртка и перчатки, которые потом нашли в остатках костра Вы сожгли вещи, прикрывая себя, а не внука Ворсинки с перчаток с вашим ДНК Остались на камне Орудия убийства Рябова А вот молоток, которым вы его оглушили Вы взяли у внука в комнате Куда вы дели молоток? Я вот понять не могу Зачем вы убили следователя Рябова? Ну вот зачем? У вашего внука нет ни одного пересечения аллели ДНК ДНК насильника Лидии Вы кого покрываете? Подрезова? ДНК из гумерного трупа Подрезова Не совпадает с ДНК Спермы выделенной куртки В виде Рябовой Я ничего не понимаю Замкнутый круг какой-то Никто не виновен А Капитолина Соблева Зачем-то убила Рябова А если Кирилл не внук Соболева? Тогда понятно Почему ДНК Не совпало А чей же он внук? Федька с амбициями был Он не стал бы рисковать карьерой Из-за ревности А потом он сразу же женился После этого Злополучного похода На Капе Бушуевой Так сказать Отомстил мне Я ведь тоже За Капой приударял Мы сравнили Вашу ДНК И ДНК Кирилла Соболева Он ваш родной внук Я и подумать не мог Это было всего Раз На танцах Я честный человек Жениться хотел Но она мне дала Отворот-поворот Я только потом понял Что Капе нужен был Соболев Она хотела Чтоб Федька Приревновал У нас до сих пор нет ДНК этого физика Соболева А Капа сожгла все его вещи Я видел в квартире Воробьева фотографию Там Соболев сидит с трубкой В зубах Такая белая Я сейчас А нам-то что Видел он фотографию Че подгиб О, смотрите А это, кстати Пенная трубка Она выдерживает Высокие температуры То есть, если бы ее сжигали Мы бы обязательно Нашли бы следы Она могла ее оставить На память А мужа? Ну да Так сказать Проявить слабость Тогда мы ее найдем Капитолина Васильевна Вы знаете, что Кирилл Внук не Соболева А Воробьева Что? Что за бред? Это ошибка? Мы нашли трубку Которую вы от нас спрятали Выделим ДНК вашего мужа И докажем его причастность К убийству Лидии Не смейте Отдайте Это мое Не скверняйте память О моем муже Эта колченогая дура Не имела права Вам ничего отдавать Я же говорил Что сработает Трубка почти что Как у профессора Осталось теперь Только найти Эту хромую подругу Соболевой Ну да В общем Трубка была У соседки Соболевой Ирины Араповой Капа отдала Ей коробку на хранение Говорит, что Это Кириллу подарок На день рождения Но типа Не хочет, чтобы Внук заранее его увидел Рябов прихватил Трубку вашего мужа Из вашей квартиры Чтобы провести Анализ ДНК И узнать правду О смерти своей бабки Мы провели Этот анализ И он подтвердил Ваш муж Изнасиловал И убил Лидию Рябову Послушайте Это просто формальность Мне нужно Вычеркнуть Вашего мужа Из списка подозреваемых Понимаете? Разумеется Я не думаю Что он причастен Уймись Я без экспертизы Знаю, кто убийца Это покойный Подрезов Так и знал Слушайте Аж в горле пересохло У вас не дается Водички какую-нибудь попить? Пожалуйста А почему Вы так уверены Что мою бабушку Убила именно Подрезов? Есть прямое доказательство Оно до сих пор На месте убийства Я могу показать Теперь можно Подрезов мертв Так чего же мы ждем? Поехали Я ночью встала в туалет Пошла в лес И вот здесь Увидела Подрезова Лидию А где доказательства? Смотри, смотри Вот именно здесь Нашли твою бабку А где ты? Какая-то Что? Там, где-то И вот здесь Их А где-то Их 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 Откуда вы узнали, что ваш муж убил Лидию? Я ночью пошла к Федору в палатку, его там не было. Лидия тоже отсутствовала. Не трудно сложить, один плюс один. Но Соболеву вы тогда создали алиби. Он гений. А гению позволено больше, чем простому смертному. Он мой бог. Я ни о чем не жалею. Я получила прекрасного мужа.